Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия» в студии Алина Котрихова. Смотрите сегодня. Командир! Есть кто-то живой? Погибли трое рабочих. По месту жительства индивидуального предпринимателя и бригадира были проведены обыски. В Зуевке задержаны индивидуальные предприниматели и бригадир, причастные к смертельному обрушению стены торгового центра. Сбил и скрылся. Один человек погиб в результате ДТП в Оречевском районе. Перед перекрестком даже не тормозил. Запах-то от него есть, да? Да, запах-то издумает. Это водитель 12-й получается, да? Да, вот это черная машина. На улице Ленина с виду пьяный водитель 12-й устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. В Зуевке задержаны индивидуальные предприниматели и бригадир, причастные к смертельному обрушению стены торгового центра. 5 июля во время проведения строительных работ там погибли трое рабочих. Сам торговый центр планировали ввести в эксплуатацию осенью этого года. Все подробности в нашем первом материале. Одними из первых на место трагедии приехали сотрудники МЧС. Как выяснилось, рухнули потолочные железобетонные перекрытия. Трое рабочих находились как раз под ними и после обрушения мужчины погибли на месте. Еще один строитель получил травмы. Его с санавиацией доставили в Киров в центр травматологии. Торговый центр в Зуевке планировали ввести в эксплуатацию осенью этого года. Кроме строителей на объекте никого не было. Проведение работ по строительству торгового центра осуществлял местный предприниматель, который для проведения строительно-монтажных работ нанял бригаду, заключив с бригадиром договор подряда. Сейчас следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности, а предприниматель и бригадир теперь главные подозреваемые. По месту жительства индивидуального предпринимателя и бригадира были проведены обыски. Допрошены лица, обладающие необходимой для следствия информации. Назначена экспертиза. Также следователи изъяли строительно-техническую и подрядную документацию на объект, общая площадь которого более 7 тысяч квадратных метров. Площадь обрушения, по данным МЧС, составила 250 квадратных метров. В настоящее время индивидуальный предприниматель и бригадир задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления. Сейчас по статье нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы. Михаил Вагин. Место происшествия. Один человек погиб в результате ДТП в Оречевском районе. Там лихач насмерть сбил 19-летнего молодого человека, а потом скрылся с места трагедии. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 5 июля в 22 часа на 21-м километре дороги Стрижи-Быстрица. По предварительным данным, неустановленный водитель сбил 19-летнего молодого человека. От полученных травм пешеход скончался, водитель теперь в розыске. За оставление места аварии ему грозит как минимум лишение прав или арест. Кто виноват в этом происшествии и возбуждать ли уголовное дело, сейчас разбираются следователи. В Слободском районе произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным, 44-летний водитель ВАЗа 15-й модели не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В итоге пострадали все, кроме водителя. Это две женщины и мужчина. У них травмы различной степени тяжести. Инспекторы ДП заметили у виновника аварии признаки опьянения. Он им заявил, что выпил спиртное якобы уже после ДТП. За это ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Подобное ДТП произошло в Кикнурском районе. По предварительным данным, 21-летний бесправник на 14-й выехал в кювет и опрокинулся. В этой аварии пострадали водитель и четверо пассажиров. Среди них подростки 15, 16 и 17 лет. Их госпитализировали. В Кировочепецком районе на 6-м километре дороги Перекоп-Каркино произошло ДТП с участием квадроцикла. По предварительным данным, неустановленный водитель опрокинулся на проезжие части. Из-за этого 36-летняя женщина и 35-летний мужчина получили травмы. Их госпитализировали. Сергей Пичугин, место происшествия. Впереди небольшая реклама. После нее мы продолжим. Ушел купаться с братом. В Нововятске на реке Вятки утонул 13-летний мальчик. Упал с высоты пятого этажа. В Нововятске на улице Коммунистической из окна выпал полуторагодовалый мальчик. Там скорость. Перед перекрестком даже не тормозил. Запах от него есть, да? Да. Это водитель 12-й получается, да? Да. Вот это черная машина. На улице Ленина с виду пьяный водитель 12-й устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Нововятске на реке Вятки утонул 13-летний мальчик. Пятого июля он отправился купаться вместе со своим старшим братом. Все подробности в рубрике «Сводка». Пятого июля в Нововятске около 16 часов. Вблизи дома, расположенного по улице Коммуны, во время купания в реке Вятки утонул 13-летний мальчик. По предварительной информации, он со старшим братом купался в непредназначенном для этого месте. В один момент оба стали тонуть. Очевидцы помогли старшему брату и вытащили его из воды. Младшего спасти не удалось. Тело ребенка было обнаружено 6 июля. Следственный комитет проводит проверку. В Нововятске на улице Коммунистической из окна выпал полуторагодовалый ребенок. Это произошло утром 5 июля. Мальчик упал с высоты пятого этажа. Ребенка госпитализировали с травмами. Как оказалось в этот момент, дома находились взрослые. Малыш залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна и упал вместе с ней. Следственный комитет начал проводить проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего. В Кирове, в районе Вятского фанерного комбината в Нововятске, в ночь на 4 июля произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, он начался после 10 вечера и продолжался как минимум до полуночи. Сначала местные жители предположили, что горит сам комбинат. Позже выяснилось, что горел старый лес, который находится рядом с предприятием. Кировские полицейские разыскивают меломана с портативной колонкой. Мужчину подозревают в краже техники стоимостью 15 тысяч рублей из магазина на Горького 54. Преступление произошло 7 июня. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как посетитель берет с витрины колонку и, пытаясь спрятать между двумя пакетами, уходит. Если вы узнали этого мужчину, сообщите в полицию по телефонам на экране. Алина Котрихова, место происшествия. Очередное пьяное ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Ленина и Пролетарской. Водитель ВАЗа 12-й модели, не сбавляя скорости, выехал на главную дорогу и врезался в Пежо. Кадры аварии зафиксировал видеорегистратор иномарки. В Красноярмейске проезжаем, да видно, все. Водитель Красного Пежо Станислав показывает полицейским запись с видеорегистратора. Это кадры самой аварии. Он что, поворачивай-то делали? Прямо шел. Прямо шел. Там скорость. Станислав рассказал, что Лихач на 12-й даже не попытался сбросить скорость перед перекрестком. Если бы не его Пежо, то отечественный хэтчбек все равно вылетел бы за пределы дороги. Я ехал где-то 60. Сколько-то я нажал, на эскаре, видишь, выскочил. Я его не ожидал. Я не знаю, у меня очень большая скорость была. Сколько-то нажал, он у меня взад въехал, его развернуло, он сюда пошел. И меня, как бы, сюда, видимо, колесо пробило. И меня пошли, сюда пробило, я в забор, как бы, у меня сразу же подушки все работали. Водительскую дверь у Пежо заклинило, а салон пришлось покидать через заднюю. Станислав не пострадал, а вот его пассажиру досталось. Травмировался глаз. По словам очевидцев, 22-летний водитель 12-й Дмитрий после удара о дерево вылетел через лобовое стекло. Водитель-то вышел сам или... Да, он вылетел, выгул, еще там дыра прекрасная. Он в сознании находился без... Ну, он шевелился. Они сразу почувствовали запах, да? Да, от них от всех воняло. В том, что лихач был на веселе, сомнений ни у кого не было. Под водительским местом бутылка пива, да и врачи почуяли от пострадавшего запах спиртного. Алкогольное пивенение. Есть запах у него, да? Что это ж? Есть запах садневого, да? Что? Запах садневого есть, да? Да, запах алкогольный. Ага, это водитель 12-й получатся, да? Да. Вот это черная машина. Один из пассажиров 12-й предпочел не общаться. У вас знакомый за рулем был? Знакомый друг? И только другой пассажир 12-й Дмитрий захотел поговорить. От водителя был запах алкогольный? Нет, не было. Не было? Не заметили, да? Нет, разу было. Водители, просто врачи говорят, что от водителя исходит запах алкогольный пивенение? Нет, не было запаха. По данным ГИБДД, в итоге в этой аварии четверо пострадавших водителя увезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Сергей Пичугин, Павел Маскин, место происшествия. Сейчас небольшая реклама, и вот что вы увидите после нее. Не услышала сирену. Испугалась и упала под колеса скорой помощи. Женщина-пешеход на улице Щерса. Оказался в мертвой зоне. Что-то интересное. Скорпионы, сегодня самым актуальным для вас станет решение материальных и финансовых вопросов. На советском тракте водитель Дастера не заметил попутный Ниссан. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Испугалась и упала под колеса скорой помощи женщина-пешеход на улице Щерса. Падение удалось бы избежать, если бы дама вовремя услышала звук сирены. Подробности в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Щерса и Пугачева женщина-пешеход не сразу услышала сирену скорой помощи. Когда услышала, а потом и увидела, тут же упала на асфальт. Судя по видео, падение было не мягким. Но дама справилась с этим ударом судьбы и закончила переход. Жертвой мертвой зоны стал водитель легковушки Ниссан на советском тракте. Его не заметил шофер на Дастере. Что-то интересное. Скорпионы, сегодня самым актуальным для вас станет решение материальной передвижности на вопрос. Стрельцей? Встречная наглая двенашка. Это плохая примета, решил водитель Киа в Нововятске и уступил дорогу нарушителю. На улице Ленина водитель автомобиля с регистратором едва не прошел лобовой краш-тест, а водитель Газели проверку на опрокидывание. На улице Лепси, видимо, оставил рекорды скорости по доставке водитель белого минивэна. Он летел так быстро, что водитель темного кроссовера даже не увидел его в зеркало. На улице Московской рулевой на Тойоте лихо, запрещенно поменял маршрут. Нифига себе. Слева тучки. Тут ведь запрещен поворот налево. На улице Роза Люксембург водитель Нивы Шевроле поехал против одностороннего движения. И, видимо, не сразу понял, что нарушает. Объяснили мужчине правила водители Митсубиси и Мерседеса. В итоге нарушителю пришлось ехать задним ходом. Михаил Вагин. Место происшествия. Это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или камеру видеорегистратора, сообщайте нам в редакцию по телефону 47-33-02. Или отправляйте информацию на почту mpkerovsobaka.inbox.ru. Также посмотреть выпуски «Место происшествия» можно в группе ВКонтакте, Инстаграме и на Ютуб-канале. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.